итак всем привет меня зовут олег кудренко я сегодня решил поскольку это юбилейная 10 конференция и я выступал практически на всех этих конференциях сделать ретроспективу я время от времени уже шесть лет что-то рассказываю про блокчейн и я решил сделать эксперимент посмотрел все свои старые презентации посмотрел все свои прогнозы посмотрел все свои прогнозы относительно индустрии посмотрел какие-то свои ожидания от индустрии и решил сверить с тем а что же вот происходит по факту сейчас где я угадал где не угадал и куда мы двигаемся но перед тем как я все это расскажу давайте коротко о себе для тех кто первый раз видит меня я 16 лет занимаюсь коммерческие айти я был на всех должностях войти начиная от там тестировщика заканчивая ситио группы международных компаний финтехи с хед офисом в лондоне бла-бла-бла я шесть лет пробыл в и коммерсе уже восьмой год в блокчейне благодаря вот этому чеку максиму крупышеву возможно зал максима не знает по что максим последнее время жил то в берлине то на бали но максим лично за руку притащил в крипту в тринадцатом четырнадцатом году практически все украинское крипто комьюнити вот такой хороший человек а вот кстати так выглядело первое мероприятие куда я попал на крипте это был сатоши сквер который организовывал максим и помни 6 куны и на нем было плюс минус 8 10 человек но большинство из этих людей что-то очень крутое до сих пор делают в крипте дальше я успел поработать в разных компаниях часть из них мы и часть из них я был наемным сотрудником наверное самый большой известный этот секс айотом я был тем лидом все остальное тоже круто но не будем на этом углубляться у меня ограниченный тайминг кто подошел только что можете подходить ближе за это ничего вам не будет наверное а и сейчас я хозяин компании окайте она как ни странно пока что никаким образом не связана с криптовалютой хотя может мы какую-то обучалку по крипте тоже запустим а теперь у меня обычно какой-то вопрос в зал идет потому что ты когда выступаешь есть такая профессиональная штука ты у зала что-то спрашиваешь они типа подымают руку и актив не вовлекаются слушать тебя плюс ты как спикер можешь понять чуть-чуть глубже кто все эти люди поэтому давайте вот на повестке дня у нас стоит обычная нефти и дефай поэтому а поднимите пожалуйста руку у кого есть любой дефай или любая нефтишка 40 процентов это очень хорошо максим с гордостью улыбнулся так поехали дальше а теперь обещанная в начале ретроспектива я начал перебирать свои лекции вот от самой самой первой самая первая лекция с блокчейн юа это я не помню была конференция или хакатон я поспорил на бутылку вискаря что я смогу разобраться за два дня с lighting network а выиграл бутылку виски решил что это надо оформить в представление это было в марте 2016 года была очень большая ставка на то что lighting network полностью изменит блокчейн индустрию мир станет хорошим транзакции бесплатными все начнут рассчитываться за кока-колу и кофе биткоином наконец-то очень долго его проталкивали было сложный спор майнеров принимать не принимать какие-то бипы к чему мы пришли вот тут вот спасибо освещению тут прекрасный твит товарища который называется помп который выложил статистику что ноды по lighting network увеличились в два раза за год два раза за год это наверно круто это экспонента а ниже статистика это операции 46 миллиона долларов в месяц то есть по меркам криптовалютам lighted network это скорее все мертвая лошадь которая никому не нужна если за столько лет такой низкий объем но почему-то когда об этом разговаривали были очень большие надежды то же самое сейчас происходит с многими l2 протоколами может быть часть из них действительно будут использовать может нет но вот через ретроспективу не всегда технология оказывается нужна когда ее имплементируют что было еще интересно мы очень сильно загорелись смарт-контрактами когда они появились у меня был супер любимый кейс который я рассказывал на лекциях зачем-то людям что вот появятся хорошие смарт-контракты и очень много людей не успевают на самолет им должны точнее самолет отменяют меньше чем за 12 часов им должны заплатить 600 баксов компенсации но им морочат голову и ничего не платят потому что с авиакомпании можно три года переписываться и те ничего не заплатят но придут смарт-контракты и исправят этот плохой мир и он станет хорошим но нет смарт-контракты пришли есть миллион разных блокчейнов есть дорогие есть дешевые оказывается что суть была не в смарт-контрактах судьба просто в том что не страховые не авиакомпании не хотят платить эти деньги потому что это бизнес они экономят и ни одна технология их не заставит пока это не будет доброй волей поэтому кейсы про смарт-контракты нередко притянуты за уши олег можно добавлю по этой теме потому что ей прям занималась даже здесь любит от лэп помнишь вовы дубинина я помню на хакатоне даже было да мы после этого пошли по всем страховым дошли даже с ее пейзераховичем до вот этих касс и тогда и до авиакомпании там она умерла что самое интересное акса которая страховая компания во франции внедрила такой продукт но по моему он тоже умер на каком-то этапе вот монетизации или выплат что в этом роде второй кейс supply chain и тоже я очень часто говорил на конференциях я даже когда-то с делой там украинским общался на тему supply chain а в украине на смарт-контрактах мы даже дошли до обсуждения как это колхознику выдать android на котором он должен подписывать что-то и сканировать qr-коды и было куча проектов на эту тему я сегодня еще раз погуглил с утра ни один из них не дошел до продакшена вот был майерск они очень много об этом писали майерск плюс ibm на азуре через смарт-контракты сделает все прозрачно но нет и второй был провинанс это девочка стартапер из лондона которая искренне в это верила собрала какой-то раунд может даже миллион долларов ей дали ну то есть вот она чисто не хайпила она прям верила в это но тоже она не дошла до продакшена и тут напрашивается промежуточная мораль есть в криптовалюте два аспекта первый это юношеский максимализм это когда мы идем в сферу в которой мы ни черта не понимаем допустим supply chain и такие у нас есть смарт-контракты они и реверсабл они честные мы сейчас изменим мир и мы не знаем как работает supply chain какие у него задачи какие боли какой transactional cost что такое смарт-контракты внедренные в интерпрайса как их обновлять второй кейс это когда есть глобус есть сова и есть некоторые сексуальные движения между ними это обычно когда какой-то топ-менеджер такой а почему бы нам не сделать какую-то блокчейн инициативу на это можно попросить деньги деньги можно дать какому-то подрядчику подрядчик принадлежит коле коле мой друг 30 процентов отката тоже неплохо с собой на глобус выходит лучше чем с максимализмом максимализм юношеский все равно хорошо потому что из него рождаются крутые вещи но в 95 процентов это будет фиаско потому что оно никому не нужно что дальше был у меня такой слайд часто он мне понравился я его использовал не не я один много использовал что такое блокчейн по сути это интернет-офф валуя то есть мы передаем транзакцион на какую-то ценность и тут хочется спустя не знаю 8 лет в индустрии разложить что на самом деле и да и нет потому что здесь очень много примеров этих ценностей и есть для ценности для которых это работает правда хорошо слайды видно можно фотки делать работает инвестиции с ожиданием высокого возврата работает для хайпа хайп в смысле пирамидоса то есть пирамидоса строить на блокчейне красиво рассказал что там сейчас будет супермайнинг золото еще что-то хомячки принесли деньги закрыли все а работает хорошо для любых деривативов опять-таки работает для nfc но nfc не потому что это искусство у которого меняется собственность это потому что есть ожидание высокого возврата на эту инвестицию только поэтому для nfc работает работает для сохранения капитала вне контроля государства то есть вы знаете что банковский счет могут заблокировать доллары при определенном количестве занимают много места через границу 10 тысяч можно провести максимум а тот же ее из детей можно там и 100 тысяч миллион и 10 миллионов хранить и более-менее незаметно и работает для трансграничных транзакций допустим представьте кейс раз уже у меня футболка такая красивая приехала эскортница маша в дубай заработала 20 тысяч долларов эскорте нужно привезти назад в село новую каховку 20 тысяч долларов через границу можно взять только 10 и тут маша становится экспертом в криптовалюте потому что двадцатка через границу в крипте перевозится намного проще в этом плане интернет офф валу и конечно работает а где возвращается сова с глобусом и юношеский максимализма а интеллектуальная пропорти то есть вот все что мы сейчас положим интеллектуал пропорти на блокчейн и будем стать как транзакции ну настолько никому не нужно настолько сложно реализуемость только юридических последствий что проще сделать без блокчейна плюс заставить кого-то работать там где есть слово блокчейн в сфере интеллектуальной собственности крайне сложно а то же самое loyalty points купоны но реально но если какой-то метро захочет сделать loyalty points им вот этот блокчейн внедрять когда есть миллион готовых решений которые хорошо работают это такая сова на глобус что нужно сильно мотивировать голосование тоже как голосование большого масштаба через блокчейн это типа удобнее у бабушек через гречку будет купать голоса как внутри корпоративное голосование блокчейн вообще ни разу здесь не нужен то же самое там энергетика карбоновые контракты это конечно все красиво на лекциях звучит но практика показывает что этим ребятам как-то без блокчейна живется нормально и то же самое identity непонятно что еще теперь вопрос в зал наверное будет сейчас соболь есть обещал быть вот человек ненадежный а как вы думаете почему у бутерина или у сатоши вышла внедрить штуку которая поменяла мировую финансовую систему а у фейсбука либра при партнерстве 100 мощнейших компаний там была виза мастер-карт все 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 почему не вышло я есть в зале кто-то кто готов поучаствовать дискуссии сходу я думаю код супергер понимает лучше чем любой в зале скорее всего тоже неплохо да мне кажется молодой человек абсолютно плав потому что это эти ребята делали нежно незаметно не понимая что будет и когда заметили было уже поздно а этот сразу же пришел с очень жирным планом отхватить часть мировой экономики без спроса и понятное дело его стопанули поэтому тоже такое наблюдение что вот этот вот путь в крипте работает а типа что-то большой интерпрайз пришел и поменял правила мира и ввел в крипту такого никогда не будет может быть государство само добровольно что-то сделает какую-то подконтрольную крипту но иначе никаким образом а следующая это небольшое наблюдение прикольно когда-то он сингулярный разбирали а у бер как сервис появился именно в тот момент когда появилось две вещи нормальный мобильный интернет и мобильный телефон на который можно тыкать пальцем потому что с кнопочного телефона в убер вызывать было бы крайне сложно и неприятно без мобильного интернета тоже то есть у бер появился именно в тот момент когда технологии позволили появиться Uber. Он не мог появиться раньше, и он не появился позже, потому что вот уже. А теперь такой вопрос, что NFT, я помню, у меня была в 2018 году лекция про NFT. Вся инфраструктура для NFT была в 2018 году. То есть OpenSea был, ERC 721 был. Ну, то есть вот 3D-шники умели делать крутые 3D-модели в 2018 году. Все было, но NFT тогда не обрел вот этот пик популярности, который случился прямо сейчас. И у меня есть такой вопрос, тоже можем проголосовать, что ли. NFT возник именно сейчас, потому что закончились старые хайпы, или технология долго доходила? Если переформулировать вопрос, поднимите руку, кто думает, что если биток упадет в 10 раз вниз, NFT, стоимость всех NFT упадет в 10 и больше раз? Как вы думаете, коррелируют ресурсы или нет? Ну, а кто думает, что NFT останется в своей стоимости, если вот биток упадет в 10 раз? Ну, еще меньше людей. Тоже такой интересный, открытый вопрос. То есть NFT это что-то новое, или это новый инструмент, в который можно поиграться как в инвестицию, но который очень сильно еще привязан к рынку? Если он отвяжется от рынка, то он может стабилизировать крипту чуть-чуть, это тоже интересно. Еще обзор того, что прогнозировали раньше. В 2018 году рассматривали DEX, и оборот DEX был самого большого, 3 миллиона долларов в сутки. Сейчас самый большой DEX имеет оборот 2,8 миллиарда в сутки, то есть оборот DEX за 3 года вырос в тысячу раз. И тут тоже вопрос, а почему? Ну, то есть неужели DEX удобнее или лучше, или решают какую-то сверхзадачу? И это тоже, наверное, вот в ретроспективе одна из функций криптовалюты, или один из толкающих факторов криптовалюты. Блин, наверное, не очень видно слайд, да? Смотрите, здесь чувак, который перешел на BDSM сеанс, он связан веревками, у него кляп во рту. Это протагонист из сериала миллиарды, вот тот вот прокурор, который все время гонялся. На самом деле, мне кажется, что успех DEX, DEFI в том, что люди не очень хотят идти в биржи, которые все дальше больше регулируются и все дальше больше могут приносить неприятных каких-то элементов в виде неожиданных запросов на документы, схлопываний и налогов. И в крипту очень сильно толкает регуляция как раз в сторону децентрализации, там, где можно до сих пор искать какие-то веселые, интересные деньги, которые можно или потерять полностью, или очень много заработать. И, мне кажется, мы ближайших пять лет будем играть в эту игру, когда регуляторы медленно догоняют индустрию, которая успевает придумывать в три раза быстрее, чем они за ней гнаться. Вот тут вот что-то написано про DEFI, спасибо освещению. А, первое, кривая обучение. В 2017 году, чтобы выучить всю базу в криптовалюте и понимать все, что происходит, нужна была одна неделя, 4-6 часов в день. Вот реально, вот все, что происходило. Майнинг, ICO, биржа, торговля, вот вообще все, все кошельки. Сейчас, если тратить 4-6 часов в день, месяц, все равно не будет понятно, потому что очень много всего одновременно появляется. И DEFI очень интересная область, про нее, наверное, можно было бы рассказывать часа 2. Почему здесь есть вот этот QR-код? Был спикер сегодня днем, мы с ним общались за месяц до конференции, я знаю примерно, о чем он говорил. У него есть офигенный чек-лист, который он раздает через свой чат, можете сфоткать. Там есть какие-то правила, как его разобрать, чтобы разобраться в DEFI. Опять-таки, этот чек-лист не сработает, если у вас нет времени, потому что я думал пройти его чек-лист из интереса и понял, что у меня в жизни нет столько времени на данный момент. Ну, то есть у меня операционная деятельность и мой бизнес занимает больше времени, чем нужно посвятить сюда. Но если у кого-то из вас есть время, тут будет интересно. Тоже была, это одна из моих любимых конференций, у меня три их любимых конференции. Blockchain.ua, она происходит постоянно. BIP, это от тех же организаторов происходит постоянно. И вот эта вот одноразовая конференция, сделанная компанией Bizantium, Уперякой и Питером Беллем в Карпатах зимой, это было лучшее мероприятие, но одноразовое. И там мы в шутку решили не называть ICO ICO, мы просто поспорили с другим спикером, что за каждое слово ICO надо присесть 10 раз, даже если ты выступаешь. И мы заменили типа на I звездочка O, как смешно вышло. Потом появился Initial Exchange Offer, сейчас появился IDO, и походу можно просто это как класс сбора денег с хомячков назвать I звездочка O, потому что там еще буква очень много раз поменяется. Мне кажется, хомячок готов нести деньги бесконечно. Что будет дальше? Мне кажется, что в криптовалюте сохранятся тенденции, которые работают, наверное, последних 7 лет. Интереснее всего будет там, где первое, сложно разобраться. То есть там, где все уже разобрались, там скорее всего все устаканилось и нету чего-то сверхинтересного. Второе, там, где быстро все меняется. Опять-таки, вот в самых интересных нишах, к сожалению, в криптовалюте все очень быстро, поэтому криптовалютой не выходит заниматься на полшишечки. То есть этому надо или уделять время фулл-тайм или смотреть, как оно плывет мимо, грустить и не трогать. Все еще сыро. То есть, скорее всего, интереснее в тех технологиях, которые сейчас такие чуть-чуть сырые, чуть-чуть кривые, чуть-чуть на коленке сделаны, в продакшн идут там типа сразу же не по технологиям, но там интереснее всего. И понятно, что должна быть вера рынка, что там можно сделать иксы. То есть об этом было начало моего выступления. В интерпрайзе это не очень нужно. Мир поменять через смарт-контракты почему-то не выходит. А вот там, где люди верят, что можно очень много заработать, там все очень быстро развивается. И есть приятный бонус. Блокчейн имеет кучу полезных свойств, которые вот на вере рынка, что можно заработать деньги, они пытаются что-то придумать и реально придумывают крутые вещи. Но, наверное, все-таки деньги это какая-то первая мотивационная сила в данной индустрии. Хорошо это или плохо. У меня все. Спасибо вам за внимание.